В Махачкале почти 170 семей сотрудников МВД празднуют новоселье. На улице Кадиева в торжественной обстановке был сдан в эксплуатацию многоэтажный жилой дом. Многие из тех, кто получили ключи от собственной квартиры, не один год ждали этого события. Насколько новоселы остались довольны новым жильем, выясняла Хаджидат Мазгарова. Это моя комната. Начальник айтакской полиции Гасан Салама вместе с женой осматривает свой новый дом. Просторная трехкомнатная квартира с красивым видом из окна – это лучшее вознаграждение за службу. Более 15 лет семья стояла в очереди на жилье. Позади постоянные переезды по съемным квартирам и частые переводы детей из одной школы в другую. Сегодня супруги обсуждают уже другие хлопоты, но приятные. Покупку мебели, например. Наждались безымянно счастливы, рады. Честно сказать, не верилось, но до последнего мы надежды теряли и ждали. Впервые в истории дагестанского МВД сдается такой крупный объект – общая площадь у 18 тысяч квадратных метров. Вместе с Саламовым и ключи от новой квартиры получили еще 169 семей – люди, которые с 90-х годов ждали своей очереди на получение жилья. Это как пенсионеры, так и действующие сотрудники. Поздравил Новоселов министр внутренних дел республики Абдурашид Магомедов. Жилье – это очень важная часть нашей жизни, может быть, самая важная часть. И поэтому мы все вместе с вами радуемся тому, что сегодня мы имеем возможность предоставить вам это жилье, которое многие из вас ждали очень долго. Здесь есть просторная парковка, оборудованная детская площадка, парковая зона. Однако, по словам новоселов, самое главное преимущество дома – это его расположение. Улица Гадеева недалеко от центра города. Обжитой район с довольно развитой инфраструктурой. Рядом и многие социальные объекты. Тут рядом школы, детские сады и муниципальные учреждения, и наши учреждения здесь рядом. В очереди на получение жилья в Дагестане еще около 400 сотрудников правоохранительных органов. Строительство нового объекта начнется уже в скором времени. Хадижат Мазгарова, Саид Кутиев, Расул Дибиров. Время новостей. Продолжение следует...